Видео подготовлено при поддержке интернет-магазина для геймеров и энтузиастов Зона 51. Заглянув в него по ссылке в описании, вы найдёте много интересного и эксклюзивного, включая атрибутику и сувениры. Рады приветствовать вас на канале GESIT.com. Знакомство с платформой LGA 2066 было бы неполным без рассмотрения одного из двух четырёхъядерных представителей серии Kaby Lake X. Чем они выделяются, для кого созданы и как хорошо смотрится в синтетике и играх. Об этом и поговорим далее. Напомним, что линейка Core X включает в себя две серии – Kaby Lake X и Skylake X. В первую вошли два четырёхъядерных процессора – Core i7-7740X и Core i5-7640X, а вторая состоит из семи моделей, которые имеют в своём распоряжении от 6 до 18 ядер. При этом все особенности касательно распределения кэш-памяти, изменения структуры мультиядерного дизайна и улучшения работы технологии Turbo Boost Max 3.0, о которых мы упоминали в обзоре процессора Core i7-7820X, касаются исключительно представителей серии Skylake X. А их младшие собратья получили хорошо знакомый по седьмому поколению Intel Core кристалл Kaby Lake S, но с расширенным до 112 Вт тепловым пакетом и новым процессорным разъёмом. Согласно неофициальной информации, под крышкой используется привычный для процессоров Intel термоинтерфейс. Припоя нет даже у старших представителей линейки Core X. Но за счёт оптимизации схемы питания и задействования большего количества контактов, новинки обеспечивают более высокий разгонный потенциал. По своим характеристикам Core i7-7740X очень похож на Core i7-7700K. Оба имеют по 4 ядра и 8 потоков. Базовая частота у первого на 100 МГц выше, 4,3 против 4,2 ГГц. Зато динамическая в обоих случаях составляет 4,5 ГГц. Распределение кэш-памяти у них одинаковое. Вот только двухканальный контроллер оперативки в случае 7740X гарантированно поддерживает модули стандарта DDR4-2666 МГц. У 7700K заявлена поддержка только DDR4-2400 и DDR3L-1600. Правда и там, и там можно использовать и более скоростные. На свой страх и риск, как говорится. Еще одно отличие между ними заключается в отсутствии встроенного графического ядра в составе представителя Kaby Lake X, поэтому ему обязательно требуется дискретная видеокарта. Рекомендованные стоимости у моделей одинаковые, но система на базе Core i7-7740X будет дороже, поскольку потребуется покупка материнских плат на топовом чипсете Intel X299, в то время как связку 7700K можно организовать и на бюджетном наборе системной логики. Да, производители материнских плат выпускают специальные версии под процессоры Kaby Lake X, например MSI X299 MA Pro или Gigabyte X299 Aorus Gaming. Они предлагают меньшие функциональные возможности и более низкий ценник, но при этом не поддерживают установку Sky Lake X, то есть возможности дальнейшего апгрейда отсутствуют. В итоге данная серия в первую очередь рассчитана на любителей разгонных экспериментов, геймеров, трейдеров, научных сотрудников и других профессионалов, для которых важна именно высокая производительность на ядро, а не наличие большого числа ядер. При этом позиции серии Kaby Lake X весьма шаткие. Внутри модельного ряда она зажата между линейками Kaby Lake, Coffee Lake и Skylake X, а в роли внешнего конкурента выступает серия AMD Ryzen. Но пока это теоретические выводы на основе анализа технических характеристик, так что давайте перейдем к практическим тестам. Система на базе процессора Core i7-7740X включала в себя материнскую плату Asus ROG Strix X299E Gaming, кулер Thermalright Archon SBE X2, видеокарту Inno 3D iChill GeForce GTX 1080 X3, двухканальный комплект Patriot Viper 4, общим объемом 16 ГБ, а также другие комплектующие, указанные на экране и в описании. В роли конкурента выступил упомянутый выше Core i7-7700K, который работал на материнской плате Asus Prime Z270A. Остальные компоненты у них одинаковые, а запись происходила на внешнюю систему, то есть без потери производительности. На первом этапе мы сравнили эти процессоры в номинальном режиме их работы, а частоту памяти установили на уровне 3200 МГц для обеих конфигураций. По традиции начнем с нескольких синтетических тестов. Скорость рендеринга изображения в V-Ray оказалась почти одинаковой. 124 секунды у 7700K и 125 у тестовой новинки. Зато в бенчмарке POV Ray уже фиксируем минимальное преимущество у 7740X. 5008 против 4996 PPS. Вот только этот бонус не превышает и половины процента. И в блендере номинальная новинка вырвалась вперед, но лишь на десятую долю секунды, что вряд ли будет замечено при обычной работе. Переходим к игровым бенчмаркам. В Rainbow Six Siege при высоком пресете загрузка видеокарты и процессоров была практически на одинаковом уровне, что иллюстрирует средние показатели. 253 против 257 кадров в секунду в пользу 7700K. А вот по минимальному связка 7740X неожиданно поймала фриз до 32 FPS, в то время как конкурент выдал 122 кадра в секунду. В более сложном тесте Ghost Recon Wildlands при очень высоком профиле наблюдается похожая картина. По среднему показателю обе системы выдали 101 FPS, а по минимальному вперед вырвалась связка скорой 77700K на борту. 90 против 81 FPS. Mafia 3 при высоком пресете сводит разницу между тестовыми системами к минимуму. По среднему показателю впереди оказалась новинка с результатом 103 против 102 кадров в секунду. Зато по минимальному опять вперед выходит флагман линейки Cabby Lake. 78 против 75 FPS. Максимальные профили графики в третьем Ведьмаке позволяют комфортно пробежаться по улочкам Новиграда на обеих системах. Средний показатель составил 126-127 FPS, а минимальный 108-110. То есть разрыв между ними был на уровне погрешности. При запуске бенчмарка Middle-earth Shadow of War мы преднамеренно опустились в HD-разрешение, чтобы уменьшить нагрузку на видеокарту. Но для задействования всех технологий выбрали ультра-пресет качества. FPS-монитор показывает, что минимальный фреймрейт в обоих случаях составил 88 кадров в секунду, а средний был на уровне 138. Но собственный мониторинг придерживается другого мнения. Обе конфигурации выдали в среднем 148 FPS, зато по минимальному показателю 7740X вырывается вперёд. 59 против 11 кадров в секунду. И завершаем первый этап в PlayerUnknown's Battlegrounds, уже при Full HD-разрешении и ультра-пресете качества. О синхронизации геймплея и повторяемости результатов говорить сложно. Но в целом, связка с тестовой новинкой выдала в среднем 95 FPS, с просадками до 80. Система 7700K обеспечивает в среднем 98 кадров в секунду, с просадками до 73. То есть выигрывает по средней, но проигрывает по минимальной частоте. В целом, мы видим, что в номинальном режиме работы оба процессора имеют приблизительно одинаковые характеристики и показывают примерно одинаковый уровень производительности, как в синтетических бенчмарках, так и в играх. Лишь по минимальному FPS в играх, Core i7-7700K выглядит лучше, благодаря солидному преимуществу в радуге, которое часто показывает неожиданные и труднообъяснимые результаты. На втором этапе мы решили провести разгон обеих систем. Как и ожидалось, оверклокинг Core i7-7740X прошёл без сучка и задоринки. Зашли в BIOS, подняли множитель процессора до 50, а напряжение CPU Core Cache перевели в адаптивный режим, чтобы материнская плата сама выбрала нужное значение. Перезагрузка и вуаля! Система без проблем проходит тест на стабильность в AIDA64 на частоте 5 ГГц при напряжении 1,344 В. Максимальная температура одного из ядер достигла 95 градусов, но троттлинг не включался. Кстати, операционная система загружалась даже при частоте процессоров 5,2 ГГц, но при запуске стресс-теста уже наблюдался троттлинг. То есть при желании и наличии свободного времени можно подобрать более точное значение напряжения и дополнительных параметров для стабильной работы системы на частоте процессоров 5,2 ГГц или даже выше. Но поскольку у нас времени было в обрез, то мы ограничились отметкой в 5 ГГц ровно. А затем пришла очередь непростого разгона процессора 7700K. Поначалу хорошая материнская плата от той же компании Asus и эффективный кулер вселяли надежду в то, что и в данном случае всё пройдёт легко и быстро. Поэтому мы подняли множитель до 50 и выбрали адаптивный режим для напряжения CPU Core Cache. После перезагрузки система загружается с частотой процессора в 5 ГГц, но даже стресс-тест AIDA64 сходу разогревает некоторые ядра до сотни градусов и активируется механизм пропуска тактов, то есть троттлинг. А всё потому, что материнская плата для такой тактовой частоты повысила напряжение до 1,45 В. Пришлось вернуться в BIOS и выключить адаптивный режим. А затем путём неоднократных проб мы установили, что стабильность работы системы для частоты 5 ГГц не достигается даже при напряжении 1,285 В. Всё равно наблюдается троттлинг при запуске стресс-теста. Понижение напряжения до 1,28 В уже чревато возникновением синего экрана и всё тем же троттлингом при стресс-тесте. Хотя сам пропуск тактов включается чуть позже, но от этого легче не становится. Дальнейшее снижение напряжения приводит к частому возникновению синих экранов. В итоге, после многочисленных переборов, нам удалось добиться стабильной работы системы без строттлинга при частоте процессора 4,8 ГГц при напряжении 1,26 В. Таким образом, реальность оказалась такова. 7740X будет работать при 5 ГГц, а 7700K при 4,8 ГГц. Посмотрим, насколько это повлияет на результаты тестирования. Начнём с нескольких синтетических тестов. В архиваторе 7ZIP при номинальных частотах преимущество новинки не превышает 1%, то есть находится на уровне погрешности измерений. А вот при сравнении разогнанных моделей, 7740X вырывается вперёд на 3-3,5%. WinRAR оказался ещё более дипломатичным. В номинальном режиме преимущество новинки составляет менее половины процента, а в разгоне – лишь 2. В AIDA64 наблюдаем противоположную тенденцию. При сравнении в номинальном режиме представитель Kaby Lake X выходит вперёд на 1-1,5%. А после разгона оба показывают приблизительно одинаковые результаты. В Cinebench показатели систем в номинальном режиме почти одинаковые, но после разгона 7740X уходит вперёд на 3-4%. Разгон позволил модели 7700K сократить время рендеринга сцены в Corona с 200 до 191 секунды или на 4,5%. А у 7740X результат оказался ещё чуть лучше, ведь время уменьшилось с 200 до 185 секунд или на 7,5%. При кодировании видео в тесте X265 наблюдаем уже знакомую тенденцию. Равность показателей при работе процессора в номинальном режиме и преимущество новинки в 4% после разгона. И лишь в комплексном бенчмарке RealBench мы зафиксировали более высокие показатели. В номинальном режиме всё прогнозировано. Преимущество 7740X достигает лишь 1%. Зато после разгона получили 69% бонуса при редактировании изображения, 5% прибавки при кодировании видео, 4% в мультизадачном режиме и 22% по итоговому показателю. Что же нас ждёт в играх? В Far Cry Primal мы видим, что в номинальном режиме 7700K на 1 FPS превосходит своего оппонента по среднему и минимальному показателю. А после разгона уже 7740X выходит вперёд, но лишь на 2 FPS. Бенчмарк Assassin's Creed Origins при самом высоком пресете графики хорошо загружает оба процессора. Поэтому видеокарта местами не догружена почти на 20%. Тем не менее, даже разгон особо не влияет на ситуацию. Во всех случаях минимальный показатель находится на уровне 80 кадров в секунду, а средний составляет 88-91 FPS. В Watch Dogs 2 при очень высоких настройках графики разгон также не влияет на ситуацию. В случае 7740X мы получили в среднем 88-89 FPS с просадками до 75, независимо от тактовой частоты процессора. Для 7700K показатели всё же улучшились на 2-3 FPS после оверклокинга. Было 83 с просадками до 68, а стало 86 с просадками до 70. Но опять же показатели обеих систем находятся приблизительно на одинаковом уровне. И наконец в Rise of the Tomb Raider при очень высоком пресете мы получили в среднем 152-154 FPS во всех четырёх случаях. На минимальный фреймрейт особое внимание необращаемо, поскольку бенчмарк запускался несколько раз, и каждый раз получались разные показатели минимальной частоты кадров. Таким образом в играх и синтетике мы не увидели существенного преимущества Core i7 7740X над своим оппонентом, ни в номинальном режиме работы, ни после разгона. И это при том, что в разгоне его частота была на 200 МГц выше. Да, в некоторых играх мы уперлись в производительность видеокарты. Но во-первых, даже когда мы снижали пресет графики, чтобы лучше сравнить возможности процессоров, результаты всё равно оказывались практически на одном уровне. А во-вторых, большинство пользователей ведь покупает подобные модели именно для того, чтобы можно было ставить максимальные настройки графики. А тут оказывается, что разгон процессора особо и не добавляет FPS. Также отмечаем, что наиболее новым и актуальным играм четырёхъядерного процессора уже мало, поэтому если вы рассчитываете на максимальные настройки в ближайшие несколько лет, то стоит смотреть как минимум в сторону шести восьмиядерных моделей. А теперь несколько мыслей по поводу серии Kaby Lake X в целом и процессора Core i7 7740X в частности. По итогам тестирования сложно сказать, для каких целей создавались эти модели. По уровню производительности они особо не выделяются на фоне обычных представителей линейки Kaby Lake, вышедших в начале этого года. Но уже в спешном порядке заменённых на серию Coffee Lake. Да, Kaby Lake X гарантированно поддерживают чуть более быструю память и проще поддаются разгону. Но для рядового пользователя смысл этих операций заключается в получении заметного прироста, а его не так и много. При этом сборка системы обойдётся дороже, из-за более высокой стоимости и меньшей разнообразности плат на чипсете X299. Да и встроенного видеоядра у них нет, обязательно следует покупать сразу дискретную видеокарту, ибо без неё запустить ПК не удастся. В итоге новым процессорам могут обрадоваться лишь фанаты оверклокинга, которые смогут достигать более высоких частот и мерятся всевозможными рекордами. Но и для них есть ложка дёгтя, а точнее терможвачки под крышкой вместо припоя. Поэтому для действительно выдающихся результатов придётся скальпировать. Таким образом, Core i7-7740X сам по себе достойный процессор. Но наличие сильных внутренних и внешних конкурентов нивелирует все его немногочисленные преимущества и делает шансы на коммерческий успех весьма призрачными. На этом всё, спасибо за просмотр. Будем признательны, если вы поддержите нас лайком, комментарием и посоветуйте друзьям. Подписывайтесь на канал и оставайтесь с нами, впереди ещё много интересных видео. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»